Всем привет, народ! С вами Ани Рейль и пятый последний челлендж. Да, я знаю, что делаю его поздновато, поэтому все, кто еще не начали делать челленджи, начинайте прямо сегодня. У вас осталось очень мало времени. Но три ваучер надо забрать просто обязательно, поэтому поехали. В нашем челлендже есть три злодейских босса. Самый злодейский из них это Ликарис 2.0. Например, она кидает огромное количество мерзких ауешек, и самая мерзкая из них из всех превращает ваших холиков в демонов. Причем я собиралась проходить ее принцессами, а у меня из принцесс 4 холика. По возможности, если так получится у вас, то можно Лукрецию, например, перевернуть в мага. Я не знаю, у кого Розалия в коне, скорее всего, ни у кого, но, в общем, вы поняли. Либо придется очень хитро извращаться с позиционированием и, возможно, брать суммонов. Давайте я вам расскажу те тактики, которыми я пользоваться пока что не собираюсь, но они существуют. Во-первых, все мы знаем, что босс задувает всегда в ту сторону, где он может нанести наибольшее количество урона, ударить наибольшее количество целей. Поэтому можно брать с собой суммонов, например, на Лане, на Лиане, еще там на ком-нибудь. Я бы не стала подставлять суммонов Лукреция, если честно. И подставлять их под ауешку Ликорис, при этом прятать настоящих своих холиков. Второй вариант. Можно запирать ее в одном месте, какой-нибудь Юли, например, отрубать ей ноги, чтобы она не могла двигаться, забежать в вас и задуть вообще всех. И так будет намного проще. Но либо можно просто не брать холиков, и жизнь ваша будет счастливой и прекрасной. Кроме того, еще один интересный трюк, который подсмотрели сначала у меня в Апексе, передаю привет Пупырке, а потом использовали в этом челлендже, заключается в том, что Си Си Уайт умеет увольнять войска. То есть вот эти вот 117 тысяч урона можно будет не наносить, а просто подойти через Си Си Уайт и уволить. Плюс сама Си Си Уайт, естественно, хилит и, естественно, дает дополнительный ход. Но с другой стороны, вот мне реально не хватает слотов для персонажа в этот челлендж, поэтому я не смогла ее уместить. Очень важно, нам обязательно пригодится взять сюда луну, потому что, понятное дело, что она дает фракционный баф для моих принцесс. У нее еще и замечательная аура на 6 звездах, которая снижает магический урон на 30%, а весь урон, кроме урона Фреи, которого не очень много, он именно магический. Особенно у Ликарис, особенно у Лианы. Постарайтесь со всех сил не дать превратить ваших персонажей в демонов, потому что Лиана ауешет так, что мама не горюй, вот этой вот санкциями. Поэтому если вдруг вы окажетесь превращены в демоны, то вам полнейшая хана. Это по поводу того, как пытаться избежать урона. Самых своих лучших ДПС я привезла. Еще, если у вас совсем не получается сделать по урону, обратите внимание, я пока не купила бафы, и я даже не съела салат специально, чтобы у вас была такая возможность. Можно взять с собой джаглера. Бой будет проходить медленнее, потому что у вас будет на одного ДПС меньше, но джаглер после каждой ауешки будет выхиливать вашу команду. Розенцель будет выхиливать еще и джаглера, и это более самоподдерживающаяся, скажем так, система. То есть намного надежнее, чем одна розенцель. Одна розенцель может не вытянуть. Я собираюсь попробовать с одной розенцель только потому, что я планирую убить одного из них в течение первых трех ходов. После третьего хода вот эти вот замечательные лобстеры начнут превращаться в слаймов, которые будут взрываться на всю карту. Если вы видели, как работает обилка Ликарис 2.0, вот эта вот трехочковая, когда она линейки на поле рисует, то вот здесь будет все поле в этих красных линейках, которые очень сильно бьют. Дабы иметь хоть какой-нибудь простор для маневров, лучше убить Ликарис или Лиану до этого. Желательно все-таки Ликарис, потому что Ликарис самую гадость здесь делает. У Лианы все-таки всего одна у Ешка, оставшиеся обилки, одна из них бафающая, вторая сингл таргет. Под луной не так страшно, а вот Ликарис это просто жесть. Полезно бывает также, чтобы не получать постоянно от Фреи, отрубить ей ноги и бить не ее, убивать ее последней. Но это если получится, как видите, я Юлию с собой не взяла, хотя много об этом думаю. Может быть возьму ее все-таки вместо Ланы. Если у вас, кстати, Юлия в мечнике, не думайте берить. У меня просто тоже Холик. Ну и, наверное, последний я буду брать на этот бой не Тора, а Ковенант Бальдер. Потому что этот Ковенант позволяет откатить кулдауны, даже большие, самые очень длинные, чтобы можно было ударить на следующий ход. Именно благодаря этому я планирую убить одного из персонажей в первом ходу. Еще по поводу обилок. Если мы не убиваем Ликарис как можно скорее, и даже если мы ее убиваем как можно скорее, все равно лучше знать, что она делает. Вот это вот замечательный пельмешки на двоих. Говорит, что если вы заканчиваете ход не рядом с союзником, то вы, скорее всего, умрете. 90% фиксировано урона максимального ХП, которое не иммунится. Там будет такой звуковой эффект, что если у вас включен в игре звук, вы его не пропустите. Он будет звенеть прямо на всю Ивановскую. Именно вот этот эффект со звуковым сопровождением означает, что вам нужно всеми персонажами заканчивать друг рядом с другом ход. Иначе их, возможно, ваншотит. Это первый. А второй эффект фиксированный урон находится на Фрейе. Она периодически будет мерзко притягивать кого-то к себе. И после того, как она притянет, на вас будет эффект, что вы можете двигаться только по прямой линии. И вам обязательно нужно двигаться. За каждую клетку, которую вы подвигаетесь, полученный вами урон фиксой, снижен будет на 10%. Тоже игнорирует все иммунитеты и не снижается. Снижается только перед движением. Если вы останетесь на месте, вы потеряете 100% ХП и умрете. То есть, если вы пробежите 3 клетки, то вы потеряете 70% ХП. Это очень больно. Вот такой вот недружелюбный пятый босс. Вроде я все вам рассказала. Так что поехали. Первая моя цель будет Ликарис. Потому что она втрое опаснее всех остальных вместе взятых. А еще я ненавижу этот челлендж, потому что он рандомный. Если в первом ходу Ликарис скастует свой трехочковый скилл, который превращает всех холиков в демонов, то можно выходить и начинать заново. А если она его скастует третьим, то игра становится намного проще, безопаснее и вообще халява практически. Только я все равно пройти не могу почему-то. А если вы не знаете, что это является fazendo, то, что ты не выясняешь. Аorsка. А вот, будешь просто объясняющий! Трехочек. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Меня никто не притянул Фрея гвардит На две клетки То есть мы сейчас бьем Ликверис Перед тем, как мы ее бьем Надо скастовать Меркл Потом призвать Бальтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Главное, чтобы она сейчас под гвардой не оказалась Все будет у меня чики-пуки Так, вроде хорошо стою, аура достает Камня, аура, три клетки Пожжешь, две Похуже стою Давайте я попробую спасти Бедного чудика Без него прям совсем плохо без откатка удаунов Так, Ликверис решила меня пожалеть Она не встала под гвард И она не ударила меня Конвертацией в демонов Условия идеальные Но я уверена, где-нибудь я продолбаюсь, конечно Так Звучит И немка, как слышите, звенит Просто вообще Аж уши рвет Субтитры сделал DimaTorzok Так Ну это все Уже точно не жилец Что я тогда хочу сделать Я не хочу, чтобы у меня бахнуло сразу три слайма Которые появятся Поэтому одну атаку я проведу в Ликверис Не забываю при этом стоять так, как нужно Все Звененка свалилась Значит я стану Волчика И Волчика в этом ходу не заходит и не жарит себя Так Кто у меня еще остался Можно пронести урон по Фрею Давайте пронесем Как же вольно-то Ужас Ну все 33 стак Пошли Нагибать Все живы Даже кукла жива Начинается третий ход В бой идут слаймы Для справки Конкретно зеленый слайм Заставляет Лиану бить вдвое сильнее По-моему две атаки проводятся Обычные атаки Поэтому Если хотите Можете пытаться избавиться от зеленого слайма Вот Лиан наносит на 20% больше урона Когда этот слайм на поле Синий по-моему отвечает за Ликарис Да, который уже нету на поле Поэтому Если есть необходимость Можно избавиться от зеленого Только в этом ходу Он Будет просто ауешить Никого ничего не будет делать Главная радость Конечно в том Что Лиана сейчас не под гвардой Но при этом она Вся в красной бяке Отката кулдауна у меня сейчас нет Фрей будет фигачить Очень больно Поэтому надо попытаться Не подставить Уколку Главное счастье Конечно в том Что из меня Демонов не сделали Это было бы прям Совсем фиаско братом Если вдруг что То на самом деле Эти красные штуки Не так больно бьют Не ваншотают Абсолютно точно Но вот под ауешки С ними конечно Я вставать не советую С siege Редактор субрик Усего Усего Встание Ничего не видно, если это музыка, куда я могу встать, а куда нет. Ну, здесь никуда не могу встать. Да, даже усиленная лиана всё ещё ничего не может показать луне, хотя это было близко. Всё очистилось, природа очистилась. Мне очень хочется похилиться, если честно. Как плохо без кулдаунов от Бальдра-то, а? Прям чувствуется. Всё. 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 В общем, если слаймы начинают совсем надоедать, можно вернуть их на место. Синий, по идее, меня парит только этими полосками. Полосками он меня парит не очень сильно. Еще безудержно хочется трехочковый скилл Розенцель. Для него места не хватило. Ай, когда Бальдра далеко, вообще беда. Если я встану вот сюда, похилю всех вот так. Вот так, да. А вот, господи. Куклу потерял. Идет. Куклу потерял. Продолжение следует... 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 Сейчас Розенцель сделаем немножко по-другому, просто сначала походить ей, а потом Лукреции. Да, я получаю урон фиксуя, а потом Лукреция его отхиливает, и все становится намного лучше, в этом бою конечно будет очень внимательный, прям очень внимательный, вариантов как можно продолбаться, просто феерическое множество. Удобная тема, кстати, убить эти сопли в разнобой, чтобы они спавнились тоже в разнобой, подходили. Рассинхронились, короче. Хочу ли я сейчас с Фрей бычиться? Мне кажется, что не хочу. Хочу ли я сейчас с Фрей бычиться? Хочу ли я сейчас с Фрей бычиться? Хочу ли я сейчас с Фрей бычиться? Вообще, ребята, ошибаться нельзя. Мне игра что-то хотя бы прощает, просто потому что я перекачанная. Ошибаться тут вообще жестко нельзя. Так, мне надо отойти от нее куда подальше, иначе она мне лицо снесет. Так, что я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Теперь надо как можно спокойнее все разбивать. Так, Фрей наносит на 20% больше урона. Тут дрянь надо убить. Удалить из игры просто. Вновь, все еще раз. uda... Вот, куда я нажимала! Фрей бычилась. Вновь, все. Вот, все. Вновь, все. Пока. Он хороший. Вновь. 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 Чем она там себя набафала? Ну, атака и интеллект плюс 15%. Наверное, из-за того, что она не смогла никого ударить. Да. Стакается до 10 раз. Великолепно. Всегда мечтала. Так, в первую очередь мне надо и отойти от Фреи, и уничтожить эту вот Пипегу. Давайте Пипегу мы уничтожим с помощью Шерри. Она меня, конечно, подорвёт. Зато Фрея будет наносить меньше урона. Так, счастье пришло. Бальдер. Сейчас он придёт и решит все мои проблемы. Я надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Дамаг пошёл, е-е-е-е. Дамаг пошёл. Дамаг пошёл, е-е-е. На всякий случай напомню, что если чё-то вдруг не проходится, берём и совершенно без стеснения покупаем бафы на атаку, интеллект, хп на всё. Специальный баф на этот уровень, например. Вообще всё, что было. Какой-то-то одейший челлендж. А, ещё салат не забудьте съесть. Челлендж просто одейший. Челлендж просто одеяший. Ребят как, четыре. Ну, они забыли. Дамаг пошёл. Дамаг пошёл. Дамаг иди, насчёт четвёргановой. Я только что говорила, что эти штуки не так больно бьют. Сейчас проверим, наврала я или нет. Господи, как хорошо, что не надо танцевать вокруг босса, что он типа там, не знаю, в конец входа завершать рядом со своими. Вот эта вся вот ерунда дурацкая, бесящая. Ничего из этого не надо. Прекрасно вообще. Осталось добить 40% и все, эвакуируемся отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok. Я сейчас использую кулдаун просто для того, чтобы Бальдер настаклась и чтобы я имела шанс ваншотнуть вообще фрейку. Хотя 20% наверное вряд ли ваншот. Ну попробовать стоит. 31 стак на... Нет? Ну вот. Но 31 стак. У нее осталось 10%. И это ее финальный мув. Вы видели. Ха! На пол хп задел мою лукрецию. И отдашь не серьезно. Сейчас я вам всем покажу. Ух, покажу. Путь мой был тернист. И мучителен. И прошла я далеко не с первого травя. Но все-таки прошла. Всем удачи в прохождении, ребят. Просто купите бафы и не мучитесь, как я это делала. Меня чисто мои замечательные донатеры из чата попросили пройти без бафов. Поэтому вот вам, пожалуйста, последний челлендж. Всем удачи. Всем пока.